сегодня к нам приехал хендай нужно что представить что за нож здравствуйте с вами компания у им зап меня зовут влад сегодня к нам приехал хендай гранд старых 9 года выпуска на замену трубок заднего контура отопителя сегодня как вы видите мы будем ставить вот такой вот чудесный шланг за место трубок которые ставятся завода сейчас мы поднимем машинку и все добрый день меня павел зовут владелец автомобиля хендай гранд старых 9 год выпуска пробег у меня уже более 250 тысяч километров вот машина используется и для работы для дальних поездок и семейный автомобиль и как второй дом то есть под офис передвижной используется по работе в данный момент приехал с проблемой потекла потек контур заднего отопителя давайте я вам покажу что случается с трубками заднего контура так как они у нас железные и с резинами и вставками чаще всего они просто сгнивают и начинают бежать поэтому было когда они побежали время пока заглушить задний контур это бы произошло месяц назад я обратился в этот сервис но это было перед дальней поездкой и то есть мне порекомендовали заглушить его напрямую и то есть съездить поездку а после устранить проблему то есть так и сделали про ездил уже полтора месяца на заглушенном контуре контуре вот то есть без проблем все нормально мастера посоветовали и совет был удачный в данный момент приехал с этой проблемой посоветовали поставить силиконовые патрубки ну то есть у староксов такая проблема есть что металлический патрубок постоянно ну находится в агрессивной среде то есть гниет быстро и рекомендовали на силиконовые приступим к замене мы будем менять задний контур начиная вот отсюда вот отсюда мы отсоединим вот эти патрубки открутим все старое железо они проходят у нас вот здесь как вы видите все в ржавчине особенно вот здесь задняя часть прогнивает и заходят трубки на задний контур отопителя вот здесь мы это все будем снимать и ставить как вы видели вон тот чудесный шланг так здесь открутили тут открутили как вы видите мы открутили полностью трубки заднего контура сейчас мы будем отсоединять вот эти вот резиновые переходнички и по возможности сохраним антифриз сколько получится ну что по возможности сохранить антифриз так как эти трубки уже и патрубки не нужны если начинать отсоединять оттуда много антифриза просто вылится после того как мы сохранили антифриз хотя бы большую его часть мы можем приступать отсоединять вот отсюда вот эти вот патрубки и так дальше будем двигаться и показывать все мы оценили патрубки переднего контура теперь будем вытаскивать вот эту часть трубки смотрите как трубка погнила я чуть отронулся она начала бежать просто сломалась весь антифриз получить не получится сохранить все равно как не пытайтесь потому что трубки изогнуты и в них все равно какое-то количество антифриза остается как видите мы сняли весь задний контур отопителя но есть один нюанс нам чтобы поставить вот этот замечательный шланг понадобятся вот эти вот крепления с родных трубок мы просто снимаем они снимаются очень просто и будем дорабатывать будем спиливать вот эту часть чтобы пустить здесь два шланга ну дальше будет все понятно и видно пойдем дорабатывать я буду убирать вот эту вот часть так как шланг немного толще чем заводские трубки поэтому шланг не влезет просто вот так вот сюда нам надо убрать вот эту часть чтобы пустить два шланга тогда они очень хорошо встают тут просто берем отламываем вот эту штуку и дальше покажем вот эти вот все острые края мы сточем на наждаке чтобы ни в коем случае не повредить шланг дальше приступим к обтачиванию вот этих острых краев как ровно не получается все равно спилить как не старайся так что нам приходится обтачивать на наждаке вот так получается обточить чтобы не повредить шланг при установке вот так выглядят уже готовые отточенные крепления и еще хотелось бы сказать то что этих креплений на штатном отопителе на трубках очень мало поэтому сейчас я вам покажу еще один нюанс нам нужно будет спилить еще вот это вот крепление она идет заводской уже с трубкой железная поэтому мы спиливаем те два нам не понадобится потому что они уже сгнили они не будут работать так как надо если вы забыли поставить лайк то сделайте это прямо сейчас также когда мы спилили вот это вот металлическое крепление его нужно будет тщательно заточить чтобы все острые края так как железная она еще хуже пластмассовой может порезать шланг отточили теперь мы готовы устанавливать задний контур так как он очень хорошо встает на место штатного и очень плотно заходит на печку с заднего контура и на тройник который идет от переднего контура и на заднее разветвление очень плотно ничто не пропускает не болтается но дальше вы увидите пойдемте устанавливать диаметр 16 этого шланга и все очень плотно садится даже без хомутов он уже держится но мы будем фиксировать вот такими хомутами сейчас мы его пропустим полностью проведем крепление ну как видите мы закрепили уже на штатное место трубки теперь нам понадобятся пластиковые стяжки хомуты чтобы закрепить некоторых местах но сейчас мы вам покажем как будут пластиковые стяжки стоять это тоже как бы является очень важным делом обязательно нужно закрепить вот в этом месте так как крепление родное и чтобы трубки ни в коем случае не вылетели как видите трубка очень легко встает на свои места мы все поставили все прикрутили сейчас мы опустим зальем антифриз подымем снимем чтобы убедиться что ничего не капает не пропускает не бежит как видите мы приступаем сейчас заливать антифриз предварительно мы уже налили сейчас будем заливать мы взяли сейчас 5 литров нового и была просьба чтобы сохранить старый мы сохранили старый до этого залили старый 3 литра и вот сейчас 5 литра взяли сейчас посмотрим сколько влезет сколько выбежала из системы сейчас подымем машинку и покажем вам что все хорошо ничего не бежит как видите ничего не бежит ничего не капает все хорошо как здесь так и ход заднюю печку отопитель сейчас машина еще погреется до определенного уровня и проверим уровень антифриза и можно отпускать машинку вот закончили мы работу по замене заднего контура отопителя вся работа у нас заняла час времени теперь что нам нужно я вот владельцу уже сказал что поездит сейчас пока уровень антифриза в норме машина постоит ночь на холодную желательно проверить уровень антифриза по возможности если его стало меньше то долить и все будет хорошо подписывайтесь на канал ставьте лайки так мы заливаем масло мишки наверно еще не в курсе но у нас на складе появилось новое трансмиссионное масло джем оригинальной скорее связка 75 на 85 джель 4 отлично подойдет для нашего автомобиля и цена всего 350 рублей за литр ничего себе всего сколько ты говоришь 350 рублей ну да мы вообще подходит четко для этой машины 75 85 джем кстати джен я давно слышал что хорошее масло давайте его и зальем конечно же работой полностью доволен данным сервисом я уже пользуюсь более двух лет долго искал то есть качественный сервис где мастера бы понимали что делали и ну специфика это сервиса что именно корейские автомобили обслуживаются в том числе гранд старокс и то есть многие работы стараюсь сам делать которые не требуют специализированного оборудования подъемников вот но конечно сталкиваешься с проблемой квалифицированного ремонта ну не задумываясь обращаясь в этот сервис уже производила работы по двигателю то есть большой объем работы выполняли замена грм цепей насосов масляных шкивов то есть много работ полностью доволен то есть ребята знают что делают всем советую обращаться владельцам данных автомобилей